Альфом Викторович, вернемся на пять лет назад, с сентября 2017 года. В Красноярск приходит новость, что вы назначены исполняющим обязанности губернатора края. Было ли это решение для вас неожиданным? Я летел в отпуск в Сочи, и когда вышел из самолета в Москве, мне из приемной позвонили, сказали о том, что мне назначена встреча в администрации президента на завтра на 17 часов. Прихожу, на столике лежит моя анкета, и вопрос, вам предстоит встреча с президентом, поэтому нужно остаться еще на несколько дней, возможно. Удивление, почему встреча с президентом, к чему надо готовиться, какие вопросы. Вопросов никаких нет, принято решение о назначении вас, исполняющем обязанности губернатора. Каких-то комментариев, уточнений условий отказов, наверное, не могло быть. Это было бы и не по-мужски, и не по-государственному. Когда я вышел со старой площади, сел в машину, то водитель понял, что что-то не то, спросив, что-то случилось. Я ему сказал, ничего не случилось. Но думаю, что он не очень мне поверил, потому что до гостиницы мы ехали молча. Затем встреча с президентом, указ и назначение. Владимир Путин назначил Александра Усса временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. И что будет дальше? Но первое я хотел бы сказать спасибо всем красноярцам и вам, конечно. Честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности. Все, кто из него голосовал, именно этим руководствовались. Наконец-то какой-то губернатор красноярский, это все, какие-то московские. Я как-то сидел в приемной одного крупного нашего бизнесмена, у которого несколько предприятий в регионах Сибири. И там было забавно, поздравление с Днем Шахтера. И везде губернатор, и от Красноярского края двойное поздравление губернатор и спикер законодательного собрания. Что говорит о том, что, конечно же, при любых губернаторах Александр Усс входил в число двух самых влиятельных политиков региона. Еще в период работы в нашем краевом парламенте, помню, как-то в кабинете перед принятием бюджета, Бахарь Владимир Викторович вдруг вот сказал о том, что, знаете, бюджет у нас вроде бы ничего, но я не представляю, что мы будем делать через, ну, три года, через пять лет. Потому что в крае не начинается ни одного крупного проекта, который добавлял бы нам налоговой базы. Расходы растут, а доходы стоят на месте. Я видел по его реакции, воспринял даже где-то, ну, может быть, не болезненно, не такое слово, но он очень проникся вот этой ситуацией. И хотел бы отметить, как только он вступил в должность, наверное, первое, первый его шагит, и первые усилия были как раз направлены на определение наиболее крупных инвестиционных проектов, которые бы давали существенный бюджетный эффект. Мы обсуждали эту тему с разных сторон, с членами правительства, и перед приездом президента все-таки решили оформить это в виде какого-то системного документа с наиболее крупными проектами, которые могут полететь у нас в Красноярском крае. И, кстати, Верещагин, он тогда уже был вице-премьером, предложил следующее. А давайте вот тот самый термин, когда-то введенный в оборот вами, мною, то есть Енисейская Сибирь, используем для названия этого комплексного инвестиционного проекта. Это необходимость, которая вытекала из нашего социально-экономического положения. Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» стартовал в 2018 году. Он включает 32 масштабных проекта, в результате реализации которых будет создано 70 тысяч рабочих мест. Общий объем вложений составит около 2 триллионов рублей. Одни из самых крупных проектов – Южный промышленный кластер, Богучанский ЛПК, Красноярская технологическая долина, Паяхское нефтяное месторождение проекта «Востокойл». Когда только заговорили про «Востокойл», в том числе некоторые федеральные СМИ писали о том, что это все пузырь, это нереально, никто этим заниматься не будет, это того не стоит. Где мы сейчас? Каждая истина, как известно, в своем развитии проходит несколько этапов. Первый характеризуется словами «Какая же это чушь?». Второй этап – «В этом что-то есть?». И третий – «Наконец, это понятно даже ребенку». Я вспоминаю мечты наших предшественников, руководителей края, о возможности сделать Красноярский край нефтедобывающей. Ведь сравнительно недавно про нефть в Красноярском крае никто не говорил. Это проект, который должен сделать Красноярский край, точнее даже Таймыр, как его часть, не просто значимой точкой в нефтедобыче, а самой большой нефтегазовой провинции не только нашей страны, но и мира. Главный, наверное, наш результат, как бы не сухо это звучало, это результат финансовый, но это счетная вещь. За последние пять лет доходы консолидированного бюджета увеличились в два раза и составили 460 миллиардов рублей. Мы впервые в истории Красноярского края по итогам прошлого года поднялись на четвертое место среди субъектов по доходам. Понятно, впереди Москва, Санкт-Петербург, Московская область, нам до них еще далеко. Уже три года исполняем бюджет с профицитом, а как раз прошлый год был наиболее рекордный по превышению доходов над расходами. По консолидированному бюджету у нас этот показатель составил превышение 100 миллиардов рублей или 30% от расходов. В общем-то, в истории Красноярского края таких показателей не было совершенно. Бюджет развития Красноярского края за пять лет вырос в четыре раза с 17,6 миллиардов рублей в 2017 году почти до 69 в 2022. Из них на стройку и реконструкцию объектов за пять лет направили 32,5 миллиарда рублей. На эти деньги в крае построили 21 спортивный объект, 16 в сфере образования, 13 в здравоохранении, 3 объекта культуры, 14 в области ЖКХ и 7 дорожных объектов. В бюджете 2022-2024 годов предусмотрено двукратное увеличение финансирования строек до 61,2 миллиарда рублей. Планируется построить и реконструировать 205 объектов, среди которых школы, стадионы, дома культуры, больницы. В ближайшие три года запланированная реконструкция перона аэропорта Красноярск ввод в эксплуатацию Высокогорского моста и строительство метро в Красноярске. Те же самые инвесторы, которые в значительной степени предопределяют такое поступательное движение, с ними нужно работать, их нужно опекать, нужно поверить в перспективы Красноярского края им. Кстати говоря, вот были такие колебания применительно к некоторым проектам начать инвестировать в Красноярский край или в соседний регион. Не буду называть какой, с тем, чтобы они не обижались. И нам пришлось немало потрудиться и с точки зрения восстановления чисто человеческих отношений, климата, какого-то такого нормального доверия и так далее. Это требует постоянного внимания, контактов, встреч. Я знаю, Александр Викторович постоянно прилетает в Москву, по-вечему, иногда прилетает там буквально на день и летит обратно в край, потому что встреча там с одним вице-премьером, с руководителями парламента, если необходимо. И это, скажем так, то, что составляет его ежедневную, ежедневную работу и заботу ежедневную. Совсем недавно мы с вами тоже говорили о перспективах на трехлетку. Если не произойдет ничего такого экстраординарного, наш край за три года получит триллион доходов. Триллион доходов. Это совершенно гигантская сумма, о которой мы когда-то не задумывались. С активизацией участия этих финансово-правочных групп наращивается бюджет. Мало этого, что у нас бюджет позволяет цесалке взять больше внимания. Но ведь они еще и строят что-то. И строят школы, больничные учреждения, строят ВПГ. Спрошу про договоренности с крупными промышленными компаниями. На свете с ними сложно договариваться. И есть ли у вас стратегии договоренности с ними, или для каждой компании стратегия своя? Знаете, я думаю, все договоренности, касающиеся их пребывания здесь, проектов, которые они предлагают, основаны все-таки на реальных возможностях Красноярского края. Поэтому, скажу так, уговаривать их прийти в Красноярский край, как правило, не приходится. Речь идет о некоторых условиях, при которых это возможно. Ну и, конечно, о том, чтобы они здесь занимались не только производством, но думали о людях, развивали ту же самую социальную сферу, строили школы, одним словом, участвовали в развитии края вот так вот по-хозяйски. Это дается непросто и делается с разной степенью успеха. Среди них ведь тоже есть разные люди. Есть те, для которых стремление поднять страну в самом хорошем смысле слова присутствует. Есть люди, которые, глядя там на проект завода, говорят, посмотрите, как красиво. Несколько он денег будет давать, а как красиво. А есть те, для которого результатом их успеха, точнее, критерием их успеха является количество нолей вот в бухгалтерском отчете. С ними, как правило, договориться сложно. Он очень серьезный политик, он еще и дальновидный управленец, и он с полуслова понимает, что наполняет бюджет. У нас есть месторождение Ударейское, золотосурмянное, но к нему нет дороги. Мы будем строить эту дорогу под развитие бизнеса, но мы будем строить ее не только для себя, и в том числе социальный проект, поскольку там связывает это Южно-Енисейск с Раздолинском, Раздолинск с Мотыгина. Надо работать единой командой, как единый кулак. Только тогда можно говорить о развитии всего региона. Ну, невозможно говорить о развитии региона одному бизнесу или одной власти. Каждые 10, соответственно, 30 миллиардов рублей дополнительных, а мы вот в ходе развития последние пять лет имеем такую динамику, это, соответственно, 10-20 современных школ, к примеру. Либо вот мы гордимся механизмами социальной поддержки, объемом социальной поддержки, которая есть в крае. Знаете, с 30 миллиардов пять лет назад она возросла до 60 миллиардов. И разными формами социальной помощи у нас пользуется почти половина населения. Это льготы по коммунальным услугам, это помощь многодетным семьям и многое-многое другое. Отличный день открытия ФОКа, хотя реально вы уже начали осваивать. Я вообще человек такой, как вам сказать, вот, наверное, проектный, когда речь идет о цифрах, финансах, бумагах, это не вызывает вот таких острых эмоций. Но когда сделано что-то, что можно потрогать руками, это другие, что называют, чувства. Вот я ловлю себя на мысли, что когда прилетаю в Красноярск, особенно, когда прилетаю в Красноярск, смотрю на наш терминал, легкий, современный. Аэропорт в том виде, в котором мы его видим, он появился только благодаря инициативе Александра Викторовича. Конечно, он должен был быть гораздо-гораздо скромнее, но именно благодаря его мнению, что аэропорт должен быть, во-первых, функционально удобным, отвечать местной идентичности и, в-третьих, самое главное, чтобы строительство было с учетом возможности развития дальнейшего хаба, это заслуги только Александра Викторовича. Я вспоминаю, как это получилось и хорошо знаю, что это могло не получиться, если бы вовремя кто-то что-то не сказал, а потом не решил. Ну, вот, не то, что чувство гордости, но что-то в этом духе все-таки есть, но не за себя, а за наш Красноярский край. И то, как нам удалось его отстоять, сделать так, чтобы он не перешел в такие, я бы сказал, бездушные руки. Когда я проезжаю мимо университета, так скажем мягко, к идее возникновения которого я имел соответствующее отношение, мне внутренне вот как-то хочется чуть ли не переплеститься, потому что я знаю, сколько это стоило, и что университет мог появиться у нас и не появиться. Одна из очень важных инициатив, которые проявил Александр Викторович в то время, это подготовка специального закона о поддержке университета, университета, который именно его усилиями прошел через законодательное собрание. Вопросы, которые касались и дополнительной поддержки, и открытия новых специальностей, и, как говорится, поддержки на международной арене, и особенно такого, ну, как бы, нормального, хорошего пиара университета, это все, конечно, во многом заслуга Александра Викторовича. И вот такие какие-то предметные вещи, история которых мне знакома, конечно, она, откровенно говоря, вызывает чувство удовлетворения и осознания того, но что-то мы можем. Вот метро. Чего стоило добиться, чтобы проект был запущен? С одной стороны, это стоило многого, а с другой стороны, и решение, это было принято президентом и, что называется, в одно мгновение. Это был приезд Владимира Владимировича из подготовки универсиады, и когда, в том числе, вот в рамках этого совещания там докладывал я о ситуации, которая сложилась в нашем городе, и, в частности, назвал цифру в том, что до 40% выбросов дает у нас транспорт, он спросил, а что можно сделать? Ну, я начал называть там как бы стандартные, понятные вещи, там, общественный транспорт другого класса, уменьшение количества легковых автомобилей, которые находятся в центре, строительство развязок с тем, чтобы не было пробок, и пропускная способность наших улиц, автострад увеличилась. Он меня прервал и говорит, это правильно, все понятно. А есть что-то такое радикальное, революционное? И я как-то вот к этому даже не готовился, к такому предложению. Говорю, вы знаете, вот у красноярцев есть одна мечта, мечта метро, которая когда-то там была начата, но теперь уже давно-давно приостановлен. Подождите, как? В Красноярске строилось метро? Я говорю, да, строилось. А сколько стоит этот проект? Вы знаете, я, честно говоря, не готов к этому ответу. Если мне не изменяет память, порядка 65 миллиардов. Как выяснилось, я угадал цифру в цифру, где-то на подкорке эта информация жила по тем, естественно, ценам. И он тогда вот произнес эту историческую фразу. Все, что начато, надо завершать. И когда мы остались для индивидуального разговора, я спросил, Владимир Владимирович, учитывая то, что здесь было много камер, снимали журналисты, могу я сказать, что вы не исключаете строительство метро в Красноярском крае? Да ты меня все-таки не понял. Мы будем строить метро в Красноярском крае. Все. метро в Красноярском крае. Есть намерение и желание построить метро не сегодняшнего и, конечно, не вчерашнего дня, а метро завтрашнего дня. с тем, чтобы использовать самую современные технологии, современный подвижной состав, современную систему управления этим комплексом, который должен определенным шагом стать в развитии вообще рельсового транспорта в стране. Если метро в Красноярске поедет, то Александр Рус войдет в историю города Красноярска и края как человек, который все же метро достроил. Ну, наверное, это так, но, знаете, как-то я об этом не особенно задумываюсь. И цели войти в историю и вот посчитать там количество своих достижений никогда не ставил. Мы просто работаем с утра до вечера. Инфраструктурные, бизнес-проекты, социальные, любой отрасли, замкнутые именно на личности. И от личности очень многое зависит. Либо будет решено, либо будет решено как-нибудь, подавая только надежды, либо будет решено реально, конкретно. Вот, например, взять строительство моста Высокогорского. Ну, на самом деле, если бы не его железная воля, вряд ли бы этот мост строился. Будет просто окном в другую жизнь для самих жителей Правобережья. В том числе и в составе депутатов, когда я был, мы периодически вот стремились заложить в бюджет деньги на то, чтобы приобрести современные теплоходы для Енисея, достойные этой реки. Но когда вот у меня самого появилась такая возможность принимать такие решения, мы изучили перспективы приобретения вот хорошего класса судов, выяснилось, что их практически нет. Либо устаревшие, либо для судоходства по Енисею не подходят. Поэтому решили после вот долгого поиска заказать вот два теплохода на Средненевском заводе. Один теперь будет носить имя Андрей Дубенский, второй Виктор Астафьев. Коллеги, судостроители говорили о том, что модель очень нравится. Модель очень нравится и, скорее всего, для других рек будут ее заказывать. Не помню, там ее техническое название, эти там А-280-42-4, вот они так бодро называют все эти цифры. Я говорю, ну если это пойдет в серию, давайте ее назовем очень просто, как? Я говорю, ну Енисей, что мы можем придумать? Значит, они согласились. Мы перечислили те проекты, которые уже реализуются, которые, лишь называется, ваша любимая фраза, полетели. А есть те проекты, над которыми вы сейчас думаете, которые обязательно нужно реализовать за ближайшие пять лет, чтобы через пять лет, встретившись с вами, вы бы сказали, перечислили еще что-то? Ну, знаете, вот один из проектов, который тоже является красноярской мечтой, но, думаю, мы это заслужили, это газификация красноярского края. С самых первых дней моей работы мы все-таки, я имею в виду команда, правительство, я сам, мы активно занимаемся этой темой. Но это решение не красноярского уровня, хотя мы активно продвигаем ее во всех кабинетах, во всех коридорах. Как известно, есть проект «Сила Сибири-2», и трассировка в этом случае пройдет буквально в 50 километрах от Красноярска, предполагая соответствующую трассу. Это означает газификация, которая станет доступна двум третям населения нашего края. Этот вопрос, конечно, требует большой проработки, согласования и с нашими соседями, и партнерами на Востоке, это Китай, Монголия, ряд других стран, я верю, что рано или поздно газификация станет реальностью Красноярского края. Мы находимся на стадии реализации двух крупнейших лесохимических комплексов, проектов лесохимических комплексов. Отсутствие современной лесохимии – это тромб развития нашей лесной промышленности. Сегодня есть две компании, которые готовы, в принципе, пойти в Красноярский край из амбициозных – производство электробатарей. Есть такая вот мечта, но она под собой имеет вполне реальное основание именно в Красноярском крае создать базу для нового автомобилестроения. Есть ряд идей, стержневых идей, которых можно тоже назвать проектами. Они не столь значимы, но жизненно важны для нас. Вот мы гордимся своими высокотехнологичными предприятиями сельскохозяйственного профиля. Урожайностью рекордной, которую выдают они, и она сопоставима с тем, что получают наши аграрии на юге, в центральной части нашей страны. Но их немного. Поэтому все-таки одной из таких важных линий развития Красноярского края является создание условий для работы на подворье, в небольших сельскохозяйственных предприятиях. И что очень важно, все-таки развитие переработки. Он был председателем законодательного собрания, и в то же время он возглавлял Краевой аграрный союз. По многим вопросам с нами соглашался, но самое основное, мало того, что соглашался, он всегда имел свою точку зрения. А точку зрения кто может иметь свою? Тот человек, который прекрасно разбирается в проблемах не только сельхозпроизводства, но и бытия селян на земле. Спортивные комплексы строятся, школы на селе строятся. Селяне в кулуарах обсуждают еще срок. Как минимум срок он должен отработать на благо Красноярского края. Все свои текущие обязательства, особенно в социальной сфере, мы выполняем и их увеличиваем, коль скоро возможности у нас такие есть. Мы активно должны строить, в том числе детские сады, школы, которых у нас явно недостаточно, поддерживать соответствующее качество дорог. Про вашу поездку в Свердловск, Свердловский район, Луганская область. Просим вас приступить к процедуре подписания. И почему Край достаточно масштабно принял решение помогать? Знаете, мы правда в большом долгу перед этой территорией и перед этими людьми. И там надо побывать для того, чтобы ощутить, что это так. Можно и рациональные аргументы, конечно, воспринимать, но вот душой почувствовать это другое. Поэтому, когда я побывал там, увидел глаза, совсем другие глаза этих людей. Увидел город, который очень отличается от того, что мы привыкли видеть у нас в Красноярском крае. У нас тоже не райские, как говорится, кущи, но это совсем не то. И увидел в глазах людей надежду. Вы нас не оставите. Как можно ответить по-другому? Поэтому Красноярский край, я уверен, что это решение не губернатора, это наш общий порыв. Мы должны поддержать людей. И с точки зрения того, чтобы те же самые школы подготовить к учебному году. Система здравоохранения, там, изменить ситуацию к лучшему. Но им еще очень нужна моральная поддержка. Где бы ни случилась какая проблема, тревога, значит, губернатор пытается всегда и находит время, возможность, обязанность, право, как хотите называть. Но мне кажется, это просто человеческое стремление. Попытаться объединить людей, личным примером их вдохновить, поставить эту задачу где-то в экстремальной ситуации. Это тоже достаточно непросто. Турк Викторович должен, прежде всего, иметь человеческое лицо. И мне кажется, губернатор как раз и имеет человеческое лицо, потому что помогать людям формально, официозно, это, ну, сразу лучше это чувствуется. А когда он человеческим лицом, когда через себя пропускает ту или иную боль, ту или иную трагедию, ту или иную проблему, то, конечно же, и получается гораздо лучше все это. И правильнее. Александр Викторович выработал свой уникальный стиль. Опытные политики, прошедшие уже через большое количество кризисов, они добавляют системе вот эту вот необходимую устойчивость. То есть вот эти вот опытные губернаторы-тяжеловесы, типа там Собянина, Голубева, Мениханова, Уса, они такой вот системный цемент, который удерживает вертикаль власти, добавляет ей дополнительную устойчивость. Мы, наконец, вводим в эксплуатацию магистральную рулежную дорожку. Доставка, там все это же проблема, да? Дальше перспективы вот как просматривать. Решение по подключению к конкретным потребителям это отдельный большой вопрос. Молодцом. Спасибо вам за то, что вы есть. Мы жилем не в том веке, а в этом. Общий дух должен быть. Я когда-то перестану быть губернатором и хочу, чтобы, когда я просто шел по улице, встречался со своими земляками, с друзьями, знакомыми и незнакомыми людьми, я мог спокойно смотреть им в глаза и говорить о том, что мы создали то, чем можно жить и сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова